Власти Южной Кореи опасаются новой вспышки коронавирусной инфекции. В стране два дня подряд фиксировали более 30 случаев заражения в сутки. Это рекордный показатель за последний месяц. Большинство новых случаев произошли после посещения ночных клубов в районе Итхэвон в Сеуле. Медики выявили уже 79 заражённых. Предполагается, что в развлекательных заведениях могли побывать 7 тысяч человек. Из них 4 тысячи уже прошли проверку. Власти просят сдать тесты остальных посетителей клубов. Также всем рекомендуют самоизолироваться на 14 дней. «Следующие два-три дня будут критическими. Они покажут, начнётся ли новая вспышка в Сеуле. Если она начнётся в Сеуле, то начнётся и во всей Корее». Правительство рекомендует закрыть развлекательные заведения по всей стране. В Сеуле они закроются в обязательном порядке. «Администрация Сеула издаёт распоряжение о запрете собраний во всех развлекательных заведениях, включая ночные клубы, бары, дискотеки и караокезалы. Они должны приостановить бизнес. В случае нарушения их строго накажут». С 19 апреля в Южной Корее регистрировали менее 15 заражений в сутки. 6 мая их было всего два. Власти начали ослаблять ограничения, разрешив людям вернуться на работу. Также они собирались постепенно открывать школы. Теперь эти планы пересмотрят. «Благодаря усилиям медиков и всех остальных, заражение коронавирусом стало намного меньше. Но внезапно в моём районе возникла вспышка из-за посещения ночных клубов. Поэтому я очень напугана и разочарована. Люди уже успокоились, потому что ситуация улучшилась. Но после заражений в ночных клубах в Итхевоне я поняла, что нельзя расслабляться, поскольку мы не знаем, когда и где начнёт распространяться вирус». В Южной Корее выявлено 10909 случаев COVID-19. Скончались 256 человек, выздоровели 9632. При этом власти не вводили жёсткого карантина.